Плац родной Академии имени Можайского в этом году для военной присяги впервые сменили на главную площадь Ярославля, Советскую. Теперь так масштабно руководство ВУЗа планирует проводить каждую подобную церемонию. А в середине июня, также ежегодно, торжественные неизмены на Советской, Академия будет прощаться со своими молодыми офицерами. Я думаю, в первую очередь это гордость. Гордость за своего ребенка, хотя пока еще впереди 5 лет учебы, но вот сейчас я смотрю на него, он действительно стал подтянутый, он действительно стал какой-то, ну, мужчина вот сейчас. И мне так приятно. Дмитрий Бобров приехал в Ярославль из Костромы. То, что родной альмаматор станет именно военно-космическая Академия Можайского, кажется, было предначертано самой судьбой. Академия имени Можайского для меня является, как сказать, святыней, так как мой отец учился в ней, и вся семья связана с армией. У меня брат является офицером в вооруженных силах федерации, но вся семья военная, и просто было так уже предрешено, чтобы поступать именно в данное военное заведение. Родители с армией вообще практически не связаны, это была чисто моя идея. А поступил, потому что престижно, и есть желание стать настоящим офицером. Поздравить курсантов Академии в Ярославль приехал генерал-майор Кирилл Макаров. Пост заместителя командующего войсками воздушно-космической обороны России он занимает полгода. Указа назначения президент Путин подписал в конце февраля. В свое время Макаров являлся заместителем начальника военно-космической Академии Можайского. Поэтому про этот вуз, как говорится, он знает не понаслышке. Нынешний студенческий набор стал самым массовым в 21 веке. Количество первокурсников увеличилось в разы. Только в Ярославском филиале Академии на верность Отечеству присягнули 239 курсантов. Мы при старом руководстве Министерства обороны три года не набирали военные учебные заведения, военные училища, военные институты, военные академии. И поэтому образуется разрыв между офицерами среднего звена управления и между офицерами низшего звена управления. Вот чтобы этот пробел ликвидировать, и был такой набор предложений. Мне это все очень близко. Я сам принимал присягу 35 лет назад. Вот, также офицеры я запаса, и мне это очень волнительно и близко. Волнительно и для самих курсантов, волнительно для родителей. И, конечно, для нас тоже. Чувства приполняют самые, ну, теплые. Илья Варабанов, Михаил Орлов, Городской телеканал.